Здравствуйте! Формула здоровья на телеканале ОТВ. С вами Мария Шматкова. Сегодня мы находимся в районной больнице номер 2, где только что завершилась первая телемедицинская консультация. Что это такое и почему было решено внедрить в работу больницы это новое направление. Мы сегодня поговорим об этом с главным врачом районной больницы номер 2, Андреем Васильевичем Фадеевым. Здравствуйте, Андрей Васильевич. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что такое телемедицина и почему вы решили внедрить эту новую форму работы в свое лечебное учреждение. Телемедицина – это новое направление в медицине. Это, так скажем, более удобная форма консультации, при которой пациент, где бы он не находился, он может получить высококвалифицированную медицинскую помощь. В настоящее время у нас проходил сеанс с Институтом Манеки имени Владивировского. У нас была консультация больных с заболеванием по численцевой хирургии. То есть сейчас была проведена консультация трем пациентам. Была согласована таксика лечения. Я думаю, что вы сами все видели. Мы присутствовали на этой консультации, первой консультации. По крайней мере, в нашем районе такая форма проводится впервые. Поэтому мы бы хотели показать сейчас нашим телезрителям, как все проходило. Давайте посмотрим. Телемедицина – новое, весьма перспективное направление в работе Одинцовской районной больницы номер два, считает главный врач, кандидат медицинских наук Андрей Фадид. По мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, в больнице будут проводиться телеконсультации. Все отделения медучреждения планируют активно использовать телекоммуникационные технологии в своей работе. Сейчас, как вы видели на нашей первой консультации, мы решили, что мы раз в четыре недели, по средам, это отделение будет выходить на связь с маниками и будет, соответственно, провести эти консультации. Такое отделение у нас не одно, их пять. Поэтому я думаю, что у нас это будет востребовано быть каждую неделю. А если будет нужно, то это будет и чаще. Первый медицинский телесеанс прошел при участии отделения челюстно-лицевой хирургии больницы. В онлайн-режиме врачи консультировались с Александром Сипкиным, руководителем кафедры челюстно-лицевой хирургии «Маники». Были рассмотрены истории болезни четырех пациентов. Возможности телемедицины позволяют не только видеть и слышать участников консультации, но также обмениваться файлами. Лечащие врачи представили полную информацию по каждому, включая результаты анализов, снимки и тактику лечения. Для больных это принципиально важный вопрос. Потому что одно мнение, когда мы говорим здесь врачи, а другое дело, когда говорит профессор, доктор наук, у которого больше опыт, более стаз. Это, конечно, мнение очень важно для больного и для всех. Профессор Московского областного научно-исследовательского клинического института отметил, что все манипуляции, которые провели врачи, были сделаны правильно. По одному из пациентов было предложено дополнительное обследование и дальнейшая работа над формированием тактики лечения мраморной болезни, которая была диагностирована у него еще 15 лет назад. Мы рады вас видеть и в эту среду, и в каждую среду, и в каждую среду, и в каждую среду готовы выходить на телемод всегда. Все, спасибо. Телемедицина в режиме реального времени дает возможность наряду с плановыми сеансами проводить экстренные консультации, что особенно важно при тяжелых случаях, в том числе в чрезвычайных ситуациях. Мы давно являемся базой кафедры, и, конечно, мы с ними общаемся. Но одно дело общаться по телефону мобильному или ехать в Москву, это тратить туда 3 часа, обратно 3 часа. Другое дело, конечно, это удобная, но современная форма, которая, вот эта телеконсультация, которая позволяет услышать мнение кафедры, мнение более опытных товарищей, мнение других врачей от тактики лечения, об обследовании, тактике обследования, это очень важно и очень быстро, во-первых, позволяет нам это сделать. Но пока мы договорились, что, то есть мы, во-первых, можем передать через телекоммуникационные системы снимки, компьютерную томограмму, объективную картинку. Телемедицина получила развитие во многих странах мира, доказала на практике свою высокую эффективность и оказывает комплексное позитивное влияние на структуру здравоохранения, повышает качество медицинской помощи и расширяет возможности врачей общей практики. Кроме того, телемедицина способствует сотрудничеству между медицинскими организациями, позволяет построить эффективную систему подготовки медицинских кадров. Андрей Васильевич, мы видели в сюжете, что профессор абсолютно согласен с тактикой лечения, которая проводится данным больным. Я так понимаю, что, в общем-то, отделение находится на постоянной связи? Да, у нас отделение численцевой хирургии и зав. отделением Демьянов Владимир Иванович, он является очень высококвалифицированным специалистом. У нас также есть кафетра МОНИК, соответственно, у нас сейчас учатся 6 клинических координаторов, конечно, они находятся на постоянной связи. Но также у нас есть другие отделения, где, может быть, это будет более востребовано. То, что он был согласен с нашим тактикой лечения, конечно, это меня тоже очень сильно порадовало, что я понимаю, насколько у нас работают высококвалифицированные специалисты, это меня радует. Но подобные телемосты, они ведь позволяют не просто видеть пациентов, они еще позволяют видеть все результаты анализов, снимки, потому что в онлайн-режиме происходит и презентация, и врачи докладывают по каждому конкретному случаю. То есть это, в общем-то, расширяет возможности, получается, как будто все сидят в одном кабинете и за одним столом. Да, это похоже на консилиум, потому что у нас мы показываем все анализы, мы показываем все слайды, мы показываем снимки, мы показываем больного. То есть, конечно, это, по сути, да, мы находимся в одном помещении, мы, так скажем, онлайн общаемся. Это не просто сухая анализ истории болезни, которая есть. То есть человек может... Задать вопросы, наверное, да? Да, пациент может задать себе вопросы, как сейчас было. Свои жалобы сказать, может быть, что-то еще он вспомнит, какие-то новодейшие вопросы ему задаст профессор, который был сейчас со стороны Маняков, участвовал в данной консультации. То есть я считаю, что это за этим будущее и, мне кажется, это будет на благо пациентов, в первую очередь. Пока такие телемосты будут проводиться в конференц-зале, да, может быть, в перспективе, ну вот прям в кабинетах установить видеосвязь, чтобы, может быть, заведующими отделениями могли прям не выходя там или, не знаю, ну не в операционной, да, может быть, в процедурном кабинете где-то вот как-то консультироваться. Может быть такое развитие? Конечно, может быть, но мы развиваемся, но я боюсь, что мы не настолько интенсивно это делаем. Дело в том, что нам нужна специальная техника. Там нужна специальная камера, как вы это видели, специальная техника для просмотра презентации, слайдов. Конечно, поставить такое каждому, это будет для клиники накладно. Мы сейчас постараемся это делать в одном месте, пока в конференц-зале. Мы планируем купить более качественное оборудование, чтобы презентация, те моменты, которые были сейчас, ну, не эти моменты мне не очень понравились, там и презентация была со звуком, не очень качественным. И, может быть, изображение можно было, так скажем, сделать более высокоформатным, высококачественным. Я думаю, что мы будем над этим работать. Андрей Васильевич, 19 марта проводится единый день диспансеризации. Как будет работать ваше лечебное учреждение? И кого вы ждете у себя? 19 марта, это будет суббота, мы приглашаем всех, всех жителей Алисовского района, всех жителей России к нам. У нас будет единый день диспансеризации. Он будет проходить по двум адресам. Это здесь, в центральном, так скажем, здании, это село Перхушково, дом 4, а также будет в село Успенское, в амбулатории Успенской, дом 42. Время работы и каких основных специалистов, что предлагается пройти пациентам? Мы планируем проведение первого этапа диспансеризации. Время работы это будет с 9 утра и до 16 часов дня. Кроме того, что у нас будет терапевт, у нас будет возможность дачи анализов, сделать рентгенгерные клетки, пройти к консультации гинеколога, офтальмолога. Также мы привлекаем хирурга, уролога. Также мы привлекли к нам наших ветеранов. Мы хотим этот день совместить с приемом ветеранов на консультацию. Поэтому мы согласовали с Дегитаревым, это представитель ветеранского движения Одинцовского района. Мы за ним направим транспорт и максимально со всех прилегающих к нам территорий ветеранов к себе приглашаем. Как будут пациенты потоки распределены в этот день? Не будет ли очередей? Потому что я думаю, что наверняка будет много желающих пройти, тем более в выходной день практически основных врачей. Мы постарались максимально потоки распределить. Здесь у нас будет одновременно три терапевта принимать здесь, в Верхушково, и два терапевта будут в Успенском амбулатории принимать. Это плюс тому, что еще будут терапевты находиться дежурные, то есть которые у нас обычно рабочий день, его никто не отменял. Я думаю, что лаборатория у нас будет работать на эксперт-анализах, то есть человек, пришедший к нам, сразу получает анализы. У нас будет обязательно находиться и врач, и лаборант, и рентгенологи. Будет два врача везде находиться, один здесь, один в Успенской амбулатории. ЭКГ будем шифровать тоже здесь, в Успенском амбулатории. Я думаю, что это будет довольно-таки быстро. Надеемся, что очереденную удастся избежать. Для чего проводятся диспансеризации? Насколько они, в общем-то, помогают и пациентам, и врачам в своей работе? Ну, как вы знаете, болезнь легче предотвратить, чем ее лечить. Поэтому, конечно же, губернатор Московской области Андреевич Воробьев тратит большие средства именно на профилактику. Это, конечно же, я думаю, существенно, я думаю, окупается очень хорошо, потому что вы изобретаете либо на ранней стадии, либо выявите его какие-то предпосылки. Конечно, намного будет проще их вылечить и спасти жизнь пациенту. И, скажем, вернуть его в строй там. В общем, главное – это профилактика, да? И вовремя предупредить болезнь. Вот именно для этого проводятся единые дни диспансеризации. Как часто они будут проходить в вашей больнице? На самом деле мы работаем каждый день. Поэтому вы можете прийти к нам в любой день. У нас есть кабинет профилактики, который с радостью вас примет. Вы пройдете с мастеризацией в любой для вас удобный день. Не обязательно, чтобы это была суббота. Эта суббота мы приглашаем. Мы хотим популяризовать данные, так скажем, данные услуги для населения. Поэтому мы хотим сделать атмосферу праздника. У нас будет натянут баннер, если люди будут знать проезжающие дни, может, у нас проходит смастеризация. Мы планируем, может быть, нашим ветераном какие-то небольшие памятные сувениры, раздавать. Я надеюсь, что вы к нам приедете, и мы, соответственно, вам тоже все это выручим. Какие еще планируете в самое ближайшее время внедрить формы работы, может быть, провести какие-то акции в вашем лечебном учреждении? В настоящий момент мы заканчиваем ремонт педиатрического отделения. У нас в поликлинике часть отделения – это педиатрия. Это детское отделение. Там, конечно, к сожалению, было очень мало места. Там не было зоны ожидания. Там не было давно полноценного ремонта. Мы сейчас занимаемся тем, что мы расширили эту зону, нашли свободные площади. Сейчас мы там делаем ремонт. Я думаю, что как раз, когда у нас будет 19-го числа, день диспансеризации, мы вам тоже сможем это тоже показать. Что касается ближайших перспектив, у нас сейчас лицензируем неотложную помощь. Уже даже набрали штат, уже знаем, кого пригласить. Поэтому ближайшее время заработать деление неотложной помощи. У нас будет две брикады – это педиатрическая и взрослая. Соответственно, врачи у нас уже набраны. Я думаю, что помощь будет оказываться быстрее и будет оказываться более качественно. Те терапевты и педиатры, которые останутся у нас на приеме, они будут проводить прием более длительное время. Тем самым, я думаю, что мы сможем избежать очередей и каких-то, может быть, негативных факторов, скажем, прихода в поликлинику нашу. Спасибо, Андрей Васильевич. Обязательно приедем на единый день диспансеризации и покажем нашим телезрителям, как в вашем лечебном учреждении прошла эта акция. Да, спасибо. Спасибо вам. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Берегите свое здоровье и здоровье своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова